МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, реформу предложил действующий глава страны Шавкат Мирзиёев. По его задумке новая редакция должна изменить систему государственного управления, усилить гражданские права и создать благоприятные условия для развития экономики, а также привлечения инвестиций. Вот выделю ключевые моменты поправок. Узбекистан провозглашается правовым, социальным и светским государством, которое возникает и признает верховенство международного права. В стране отменяется смертная казнь, декларируется принципиальное увеличение социальной поддержки. Гражданам гарантируют медицинскую помощь, минимальный размер оплаты труда, а нуждающиеся смогут рассчитывать на бесплатное жилье. Существенные и политические изменения. Срок полномочий президента увеличивают с 5 до 7 лет. При этом одно лицо по-прежнему не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд. Все сроки действующего главы государства обнуляются. Итоги референдума уже признали состоявшимися миссии наблюдатели, которые работали в стране в воскресенье. Среди них была и группа сенаторов. С нами на прямой связи сенатор Владимир Круглов. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Здравствуйте. Сам итог референдума был ожидаем? Ну, безусловно. Подготовка к референдуму проходила достаточно длительно. Практически в течение года все новые положения очень активно обсуждались в обществе. Вообще, к написанию нового текста Конституции было привлечено очень большое количество и людей, и обычных граждан, и общественных организаций, и государственных структур. Поэтому ожидаема была высокая активность людей на голосовании, на референдуме. И ожидаема была активная поддержка новой Конституции. Ну, а в чем все-таки смысл по праву в Конституцию Узбекистана? Почему так важно изменить главный документ страны именно сейчас, как вы считаете? Текст новой Конституции переработан более чем на 60%. И изменения затрагивают все практически сферы жизни. Это и очень большой блок социальный, где появились в новом тексте существенно больше гарантий и бесплатной медицинской помощи. Она стала существенно более доступной. Ну, вернее, в новом тексте Конституции гарантирована доступная медицинская помощь. Изменения коснулись таких сфер, как образование, поддержка молодых семей и так далее. Ну, и, безусловно, декларируется, что теперь Республика Узбекистан стала социальным государством, что там верховенство, право. Изменились и государственные структуры. Ну, в частности, количество сенаторов в новом тексте Конституции существенно уменьшилось со 100% до 60%. То есть изменения коснулись буквально всех отраслей жизни людей. Но вот в последний раз Конституция Узбекистана менялась в 2011 году. Чем объяснить такие частые изменения, как вы считаете? Инициатором изменений Конституции был президент Республики. И вот эта поддержка нового текста Конституции – это еще и поддержка президента. То есть это не только референдум был по принятию нового текста Конституции Республики Узбекистан, но и в какой-то степени, и все это понимают, референдум поддержки президента. Президент настроен на более активное проведение реформ в государстве и посчитал, что начинать нужно с основного Конституционного закона, с изменений именно в этом законе. И люди это поняли и поддержали эти изменения. Ну а так все-таки как к референдуму отнеслись граждане? Каким было настроение? Вы знаете, мы в течение вот своей наблюдательной миссии проехали по достаточно многим и городам, и избирательным участкам, вернее, участкам для голосования на референдуме. В тубботу мы были в Самарканде, смотрели, как там идет подготовка к референдуму, насколько готовы участки, насколько все хорошо организовано. Ну, традиционно вообще в республике Узбекистан организация очень высокая. И еще было очень приятно, кстати говоря, отношение вот к нам, к россиянам, вообще к нашей стране, исключительно теплое, искреннее. И все время нам люди высказывали слова поддержки. Это было очень приятно. И, безусловно, мы увидели, что связь в республике Узбекистан с Россией очень тесная. Очень много людей из Узбекистана работает в России, преподают в школах русский язык. Мы посетили избирательные участки, которые располагались в школе, и везде спрашивали, как русский язык. Ну, пока я вам должен сказать, что отношение и к России, и к русскому языку в республике очень теплое и очень дружественное. И мы при посещении участок, конечно, разговаривали с простыми гражданами. Мы даже иногда не представлялись, что мы наблюдатели из России. И просто спрашивали мнение людей о референдуме, о тех социально-экономических изменениях, которые должны последовать за поддержкой нового текста Конституции. И, ну, подавляющее большинство, на самом деле, мы ни одного человека не видели, кто бы высказал сомнения в необходимости изменения Конституции и в необходимости преобразований, которые намечены вот в этом новом тексте Конституции. Владимир Игоревич, ну, вот вы сказали, что сенаторы наблюдали за подготовкой к референдуму и за его проведением. Какую оценку вы могли бы дать голосованию? Были ли замечания? Мы посетили в Ташкенте, причем не в центре города, а совершенно на окраине, в маленьких участках для голосования, больше 10 участков, 12 участков. Были и на открытии, и на закрытии, на подведении итогов. Смотрели, как проходит голосование. Все было очень четко организовано. Ну, мы еще обращали внимание, конечно, и на подготовку самих участков. Ну, в частности, имеется ли доступная среда для инвалидов? Есть ли возможность голосования на дому для тех людей, которые маломобильны? Есть ли возможность голосования для инвалидов по зрению, в частности? И так далее, и так далее. Кстати говоря, в каждом участке для голосования обязательно был медицинский работник. Мы на это тоже обращали внимание. Одна из них, кстати, оказала помощь члену нашей делегации, которому понадобилось некое медицинское сопровождение. Голосование проходило очень спокойно, организованно. Каждый человек мог свободно выразить свою волю. Никакого давления не было. Ну, на подведение итогов, на пресс-конференциях, где анализировалась вся ситуация по республике, были отмечены некоторые, ну, такие незначительные нарушения. Ну, когда, например, муж за жену проголосовал, еще что-то подобное, которые, конечно, не повлияли на исход голосования. Ну, вот наша именно группа, в которой мы были, а я представлял парламентское собрание Союзного государства Беларуси и России, наша группа нарушений в ходе голосования не выявила. Ну, а как изменится политическая жизнь страны? Повлияет ли на международные отношения итоги голосования? Ну, международные отношения останутся прежними, безусловно. Я не думаю, что какие-то произойдут изменения. А внутри республики, да, уверенность есть в том, что более активно будут проводиться реформы социально-экономические, которые уже и сейчас проходят. В республике достаточно активно, и мы это видим. Предыдущее посещение было во время выбора президента республики в октябре 2021 года. И вот за это короткое время, в общем-то, полтора года практически, очень много изменений, прошу даже внешних, в городах республики Узбекистан. Очень активно идет строительство. Больше людей привлекается в экономику именно самой республики Узбекистан. И я убежден, что вот эти изменения, которые приняты сейчас в новом тексте Конституции, они будут способствовать более динамичному развитию республики Узбекистан. Спасибо, Владимир Игоревич. Итоги референдума по Конституции Узбекистана мы подвели вместе с сенатором Владимиром Кобовым. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин